То, что отбывалося на протягу более чем двух годин под куполом Гомельского цирка, выкликало широе захопление и приемное издевление. Это был фейерверк ярких ураженев, соправдная свята цирка. Головная идея новой программы запашных – колеры и их уплыв на человеческие эмоции. И первыми на сцене заявились поветренные гимнастки Алена Петрикова и Алена Бараненко, которые уособляли собой белый и черный колер. Назва этюда символичная – добро и зло. Каждый номер новой программы «Эмоции» одрознивается своей оригинальностью и неполторностью. Заусим без выключения назираешь с неподробным интересом. На манеже заявляются милые шатвероногие артисты и птушки. Гушными усмешками супроводжается кожный выход на сцену и веселого клоунского триа. Особливые овации, коли перед глядашами повстают Эдгард и Аскольд Запашные. Как означают Эдгард и Аскольд Запашные, теплый и душевный прием гомельской публики их саправды уразил. Однако, как высветлился, станочей он повпливал и на четвероногих артистов. Есть животные в душе артиста, честно могу сказать, и я могу отметить даже не только хищников. Сегодня выскакивал на Тарзани, на моей любимой лошади, заскочили обратно, вот я прям видел, как он собой гордился. Он такую морду состряпал, мол, ну классно я, и пошел к балету сразу, потому что девчонки его тискают, и он такую морду свою, давайте, хвалите. У другой полови программы глядачок шакала выступления акробатов на подкидных дошках и, может быть, самый шаканный номер в выполнении Эдгарда и Аскольда Запашных. На манеж грациозно выходят африканские львы, белые и уссурийские тыгры. Кожный элемент этого аттракциона с дикими тропежниками небеспечный. За всем, что отбывается, сочишь с замиранием сердца. Особливо, когда выконывается самый складанный трюк – скачок на льве. Запашные демонструют полное взаимодействие с живелами. Наимгнение сдаётся, что на сцене находятся не просто дрессировщики с драпежниками. Мы с ними и друзья, мы с ними и партнеры. Нам бы, наверное, очень хотелось, чтобы они были нашими самыми близкими друзьями. Но природа так распорядилась, что они являются потенциальными убийцами. И они обладают огромной силой и достаточно скромным интеллектом. Поэтому мы регулируем эти взаимоотношения так, чтобы зритель видел достижения, чтобы зритель видел, чего может достичь человек. Наверное, именно поэтому люди ходят в цирк. Для того, чтобы увидеть какие-то грани, может быть, даже невозможного. Программа «Эмоции» и в полной мере оправдала свою назву. У каждого застанутся только приемные уражения и позитивные эмоции. Як подтверждение, глядачи на протягу некольких хвилин, стоя аплодировали артистам и дяковали за саправды казачный вечер. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».